Гавриил Фомин Гавриил Фомин родился в 1882 году и происходил из простой крестьянской семьи. Был он глубоко верующим человеком, а вот семьи не нажил. Поэтому много времени проводил при храме, сторожем работал, батюшке помогал, даже иногда пел на клиросе. А в 1932 году Гавриила арестовали и осудили на три года за несдачу хлебозаготовок государству. Да еще и все имущество, дом, постройки конфисковали. Вернувшись из заключения и не имея теперь даже крыши над головой, Гавриил Харитонович поселился в селе Сушково Коломенского района, ныне Луховицы, и стал помогать служившему здесь в Казанском храме священнику Сергию Любомудрову. В 1938 году, как человека верного церкви, Гавриила Фомина арестовали и обвинили в контрреволюционной агитации. Следователь вменил ему то, что будто бы Гавриил Харитонович часто вел разговоры среди людей о гибели советской власти. Поскольку Фомин ложных обвинений не признавал, были вызваны лжесвидетели. И этих якобы свидетельских показаний хватило, чтобы осудить его на пять лет лагерей. Гавриил Харитонович понимал, что эти годы ему в тюрьме не пережить. Обнаруженный у него туберкулез убивал последнюю надежду когда-нибудь снова очутиться на свободе и в храме помолиться Господу. В 1942 году Гавриил Харитонович Фомин скончался в Унжинском концлагере НКВД и был погребен в безвестной могиле. 22 апреля. День памяти новомученика Гавриила Фомина. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова